Приветствую вас, я вам отвечу, наверное, с точки зрения психологии, потому что вы задали свой вопрос именно в раздел психологии, а не в раздел эзотерики. Вот. Соответственно, если вы хотите получить ответ именно эзотерика, то я думаю, что вы можете обратиться в соответствующий раздел и вам там обязательно ответят. Вот. Что касается вопросов. С точки зрения психологии подобные изменения свидетельствуют о том, что для мужа вашего, для вашего мужа, условно говоря, что-то изменилось. Для него, условно говоря, что-то поменялось, что-то стало по-другому. Вот. Реальность для него стала другой. Вот. По-другому он стал воспринимать, значит, себя. По-другому он стал воспринимать вас. По-другому он стал воспринимать свою жизнь. Вот. Ну, вероятно. Вероятно. А в этом, опять же, я не берусь сейчас. Прям наверняка это утверждать. Но, вот, на мой взгляд, ну, ситуация, она выглядит примерно таким образом. Вот. Примерно так она выглядит, на мой взгляд, эта история. И, соответственно, нужно смотреть, например, что для вашего мужа изменилось вообще, что для вашего мужа изменилось, что для него стало сейчас, допустим, по-другому, и почему для него сейчас это стало по-другому. Вот. То есть, говорить о том, знаете, что, ну, говорить о том, что вот, что-то случилось, вот, что кто-то что-то ввел с нашей семьей, ну, это, мне кажется, это не решение проблем, а это, наоборот, их избегание, избегание проблем. Вот. Поэтому, если вы действительно хотите свои отношения с мужем установить и отношения сохранить с мужем, вот, то вам, ну, в таком случае, нужно смотреть именно в корень, в корень, в корень проблемы, вот. А он, он, повторюсь, в корень проблемы, заключается в том, что в ваших отношениях с мужем, по-видимому, что-то поменялось, по-видимому, что-то изменилось, вот. И изменилось настолько, что очень человек перестал, условно говоря, хотеть к вам вернуться, ну, к вам возвращаться, вот. Вот. По-вот. По-вот. И это не хорошо и не плохо то, что происходит. Это такова реальность. И вы либо эту реальность примете, такой, какая она есть, вот, и постараетесь, например, изменить что-то. Либо вы, вероятнее всего, своего мужа потеряете. Вот. Самый случай. Самый случай будет отдаляться от вас дальше, если вы будете считать это какой-то мистика и так далее. Вот. Вам, мои коллеги, рекомендуют, в принципе, поговорить с ним, вот. Но далеко не всегда разговоры могут помочь. И далеко не всегда. Далеко не всегда именно разговоры могут привести к какой-то позитивной истории. Вот. Поэтому мне представляется более важным, да, более важным, более значимым, мне представляется, знаете, именно, именно вам поисследовать и посмотреть, что и как. Так. Вот. Стало причиной. Того, что, значит, ваш муж стал вести себя, ну, вот, так. Мне кажется, что это лучшее, что вы можете сделать, и для своего мужа, и для себя. Вот. Это он вам, скорее всего, не скажет. С другой стороны, то, что вы реально можете ещё сделать, сделать это, например, адекватно донести до, опять же, мужа своего то, что хотите именно вы. То есть адекватно донести до него именно вот свои желания, свои потребности и так далее. То есть это он, это он игнорировать не сможет, на мой взгляд, никак. Никак, абсолютно. От этого ему уже будет не обратиться. То есть не обвинять его в чём-то, да, не обвинять его в том, что он вот какой-то такой, какой-то, какой-то, ну, какой-то не такой, в общем. Ну вот, не обвинять его, а именно, именно вот, постараться именно понять человека. Стараться именно понять и постараться именно увидеть, увидеть то, что вот с ним происходит. И, возможно, тогда, возможно, возможно, тогда ситуация станет лучше. Ну, по крайней мере, для вас ситуация станет лучше, возможно. Вот. А пока что это выглядит так, что вы просто пытаетесь, ну, знаете, как-то вот человека принудить к тому, чтобы он вот делал то, что, ну, что вы хотите. Вот. Пока что это, пока что это выглядит так. Я надеюсь, конечно, конечно, что я ошибаюсь, я очень надеюсь, что я не прав, но на сегодняшний, на данный момент это представляется мне таким образом. То есть возьмите на себя ответственность, да, просто возьмите на себя ответственность за то, что происходит с вами сейчас. И, возможно, вам нужно признать, что есть ваша доля ответственности не вины, не вины, не вины, не вины, а ответственности за то, что сейчас происходит. Потому что алкоголь, это, с одной стороны, всегда потребность в любви, с другой стороны, алкоголь, это побег. То есть ваш муж, по сути, по сути, он куда-то бежит, вот, по сути он куда-то от чего-то пытается сбежать, вот. И это, в общем, на мой взгляд, серьезная проблема, вот. Потому что, это значит, что не все гладко у вас, вот, между вами. За пять лет, в принципе, могло что-то испортиться, за пять лет могло, в принципе, что-то поменяться, вот. Ну, как бы, вполне, вполне, вот. Это нормальная такая история, достаточно, вот. Потому что, ну, время идет, люди меняются, меняются, меняются желания, меняются настроения, меняются, в общем, все достаточно, все достаточно сильно может измениться, вот. Поэтому, я думаю, что, здесь нужно искать не мистику какую-то, да, а именно, вот, увидеть, что поменялось. Такого, что, вот, вы, например, условно говоря, не заметили, да, вот, вы, условно говоря, не заметили, просто не заметили того, что, вот, что-то поменялось. Вот. Опять же, вы и не должны были замельчать, соответственно, как бы, от вас никто ничего не требует, в этом смысле слова. Но, важно, чтобы вы сейчас отдавали себе счет в том, что происходит. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Давай. Давай. Пойду! Продолжение следует...